Основные штрафы для индивидуальных предпринимателей. Они могут доходить от 200 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. С вами традиционный я, юрист-эксперт Евгений Корсакин. А перед тем, как я начну, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. А мы начинаем. Как известно, не ошибается лишь тот, кто не работает. Индивидуальный предприниматель работает, поэтому иногда ошибается. Его ошибки наказываются рублем. Предлагаю разобраться, за что и на сколько штрафуют индивидуальных предпринимателей. Итак, основные и чаще всего встречающиеся штрафы, на которые попадаются предприниматели. Первое. Прежде всего, вас штрафуют, если вы не заплатили налоги. Это самое серьезное нарушение, и наказывается оно суммой в размере от 20% от неуплачиваемого налога. Если докажут, что вы сделали это умышленно, а не по причине плохой памяти, то штраф возрастет до 40%. Второе. По штате штраф. Незданная отчетность. Прежде всего, это касается декларации, которая обязана сдавать даже те ИП, которые не ведут деятельность. Кроме этого, штрафуют за незданную отчетность по каждому сотруднику, если вы являетесь работодателем. Незданная декларация может оградить потери 1000 рублей. Незданная отчетность по сотрудникам принесет убыток в размере 500 рублей за каждого вашего работника. Не забывайте приотчетность в Росстат. Такая забывчивость или незнание наказывается в большем размере. Незданный статистический отчет грозит индивидуальному предпринимателю штрафом в размере 20 000 рублей. Следующее. Штрафы касаются индивидуальных предпринимателей, работодателей. Если вы наняли сотрудника, но не зарегистрировали в течение квартала ФСС, то к вам придет штраф на сумму 5000 рублей. Если просрочка будет дольше, то штраф вырастет до 10 000 рублей. Если вы наняли работника, но не заключили с ним трудовой договор, то вас могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 000 рублей. Если вы наняли работника, иностранца, у которого не было разрешения на работу, то вас ожидает штраф на сумму от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей. Также стоит помнить, что работникам иностранцам вы не можете платить зарплату наличными. Если вы нарушили это требование, то придется выложить от 75 до 100% размера выплаченной таким образом зарплаты. За увольнение работника, участвующего в завоостовке или коллективном споре, вам грозит штраф до 5000 рублей. За необоснованный отказ в трудоустройстве беременной женщины или увольнение женщины с ребенком до 3 лет, грозит штраф до 200 000 рублей. Четвертое. ИП обязан ввести кудир. Это унифицированный журнал учета операции. Если данной книги у вас нет, то вы можете закона лишиться от 10 до 30 000 рублей. В некоторых случаях штраф может доходить и до 40 000 рублей. Пятое. Не менее редко встречаются штрафы за отсутствие КТК. Здесь ваш убыток может быть в размере от 1 четвертых до 1 второй суммы непробитого чека, но не меньше 10 000 рублей. Если же вы не выдали клиенту чек, то это нарушение грозит штрафом в 2000 рублей. Шестое. Если вы начали свою деятельность и не уведомили Роспотребнадзор, то стоит ожидать штраф в размере от 3 до 5 000 рублей. Седьмое. Рублем накажут из-за отказ на запрос документов по встречной проверке. Здесь убыток составит 200 рублей за каждый непредоставленный документ. Восьмое. Если ваша деятельность требует лицензии, а вы ее не получили, то вас оштрафуют на сумму от 4 до 5 000 рублей. Девятое. Отсутствие сует. Это оценка рабочих мест. Может вам обойтись штрафом до 10 000 рублей. Десятое. Неподключение к ЕГАИС. Именно тех, кто должен, обойдется в размере от 150 до 200 000 рублей. А это единая государственно автоматизированная информационная система. Естественно, список нарушений, за которые штрафуют индивидуальные предприниматели, гораздо больше. Я указал лишь самые топовые. Кроме штрафов, ИП наказывают блокировкой счета. Счет могут блокировать ФНС и банки. Друзья, буду рад вашим лайкам и подписке на канал. До новых встреч в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Два. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...